Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзоры компании Тикмилы. С вами я, Артур Идиатуль. Банк Японии не справляется со своей работой. МВФ настоятельно рекомендовал японскому ЦБ обратить внимание на узкие места своей политики, прежде всего, на стабильность банковского сектора, сделав больший акцент на покупку коротких облигаций в рамках программы контроля временной структуры ставок. Центральный банк Японии поддерживает долгосрочную процентную ставку на уровне 0% и краткосрочно на уровне минус 0,1% посредством покупки облигаций на открытом рынке. Таким образом, МОН пытается стимулировать кредитную активность и воздействовать на ожидаемую инфляцию. Фискальная политика может эффективно дополнять действия ЦБ в защите от внешних рисков, заявил глобальный кредитор, давая, таким образом, неявную рекомендацию к тому, что правительство может пробить потолок в заимствованиях, уровень которых сейчас плавает с 2014 года примерно на 237% от ВВП. Риторика о том, что существует неизрасходованный потенциал в создании искусственного спроса со стороны государства, участилось в последнее время. Это стоит воспринимать как конкретный намек об истощении канала процентной ставки, то есть кредитного стимулирования экономической активности. На заседании в октябре Банк Японии заявил, что вероятность утраты импульса в достижении ценовой стабильности перестала расти, но ее существование, то, что эта вероятность есть, это беспокоит чиновников. Центральный банк подтвердил колоссальное участие на рынке различных активов, объемы покупок государственных облигаций Японии остались неизменными на уровне 80 триллионов иен в год, объемы покупок взаимных фондов, то есть, по сути, покупок на фондовом рынке на уровне 6 триллионов иен в год и ценный бумаг трастов в сфере недвижимости на уровне 9 триллионов иен в год. Из этого можно сделать вывод, что Банк Японии действительно очень сильно ввязался, будем так говорить, в покупке активов на различных рынках, что поддерживает искусственную стоимость, что создает затруднения в справедливой их оценке. Предотвращение снижения долгосрочных ставок из-за количественного смягчения, по мнению главы Банка Куроды, позволит увеличение предложения долгосрочных бандов правительства, что, опять же, подразумевает наращивание государственного долга. МВМ же предлагает заменить целевой уровень инфляции, который преследует Центральный банк, на целевой диапазон инфляции, указывая на давление технологических инноваций, что является серьезным препятствием для роста инфляции в долгосрочной перспективе. Как известно, череда провалов Центрального банка в плане объявления прогнозов и неспособности их достичь приводит, в конце концов, к утрате доверия населения к политике, что только снижает чувствительность ожиданий, в том числе инфляционных ожиданий населения, к усилиям ЦБ, то есть к самой политике. В то же время усиленное снабжение экономики кредитом снижает премию за риск, что создает опасный дисбаланс. Это погоня за доходностью, в том числе в зарубежных активах. Центральный банк таким образом ликвидирует положительные долгосрочные эффекты в виде девальвации иены, что он стремится достичь, так как в период неприятия к риску японский капитал возвращается в Японию, создавая таким образом на нее повышенный спрос. Следующее заседание Банка Японии запланировано на 18 декабря, которое сулит изменение параметров политики, точнее их некоторых корректировок, в соответствии с рекомендациями МВФ. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.